Осень Осень. Пора подумать о рассаде. Готовим землю для рассады самостоятельно. Гарантии хорошего урожая – это правильно выращенная рассада. Поэтому почву лучше приготовить самим. Тем более, что приготовить ее не сложно. Лучше этим заняться осенью. К весне почва грунт для рассады устоится и усядется. А еще лучше, если вы оставите его в сарае, где он проморозится, что пойдет ему только на пользу. Почва смесь для рассады должна иметь пористость, рыхлость и не слишком кислую среду. Я расскажу вам, как правильно подготовить почву. Так как секрет получения хороших сеянцев – это именно, в первую очередь, почва. Грунт для выращивания рассады может состоять из различных компонентов. Но при этом он должен быть обязательно плодородным и сбалансированным. Хорошо впитывать влагу и удерживать ее. А также содержать полезную для растений микрофлору. В грунте для рассады не должно быть семян сорняков, яиц и личинок насекомых, червей и болезнетворных микроорганизмов. Почва смесь может быть составлена из различных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Для выращивания рассады наиболее важно подготовить качественный состав грунта, в котором она будет выращиваться. Перечислить все составы почвенных смесей нет возможности. Главное состав должен быть таким, какой требует культура, которая в этом грунте будет расти. Например, перец, томаты, баклажаны, перегной, дерновая земля и песок 1 к 2 к 1. На ведро смеси 2 стакана древесной золы. Тыква, огурец, перегной, дерновая земля 1 к 1 и добавьте 1 стакан древесной золы. В составе предназначенном для посева семян должна быть органика и неорганические удавления. Органика – это почва, дерновая, листовая, огородная. Компост растительный, перегной, торф, древесная зола. Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты. Слишком большое количество органики вредно для рассады. Она будет чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. А значит, в дальнейшем будут проблемы при высаживании рассады в грунт. Не добавляйте в грунт больше норм питательных веществ. При начальном этапе прорастания семян им не требуется много микроэлементов. Они нужны только при появлении первых настоящих листочков. Торф нужен почве обязательно. Именно он делает почву плодородной. Низемный торф содержит около 70% органических веществ. Верховой делает структуру почвы рыхлой. Неорганические элементы – это речной песок, перлит, керамзит, вермулит, минеральные добавки. При смешивании не вносите в грунт питательные минеральные добавки. И сделайте это весной. Соблюдая все условия при составлении почвосмесей, вы получите сильную здоровую рассаду. А значит и отличный урожай. Если у вас есть сад или огород или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.